Смотри, это солнце, оранжевого цвета, беги под ногами, целая планета в голове, любовь, золотистое утро, это все оно, хорошее утро. Нина, а ты что это, зарядкой с утра пораньше занимаешься? Да, я с утра забыла сделать, и сегодня зарядку нужно сделать по-любому, потому что 11 марта это день рождения программы ГТО, а я к труду и обороне должна быть готова всегда. А форма где твоя? Что ты как, на танцы-то собралась? Вообще-то я перед танцами и разминаюсь. Гости у нас в студии совершенно потрясающие. Ну и как всегда, начинаем это утро бодро, весело, задорно, с зарядки обязательно и с классных гостей! Всем привет! Бежим скорее! Друзья, 11 марта. Друзья, 11 марта. Друзья, 11 марта. Друзья, 11 марта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИТО 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 этим утром, то приходите на концерт к ребятам 28 марта в Старокорсунскую. Ну, либо заходите на сайт нашего телеканала hubain24.tv Там можно пересмотреть интервью, послушать еще много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много. Тоже заканчивай. Скоро вернемся. Это по-прежнему хорошее утро. Игорь Шомас, Нина Манчинская в студии. И неспроста мы начали сегодняшний день вот с таких задорных музыкантов, чтобы вы успели немножечко растрястись, даже если на зарядку времени не хватило. А все дело в том, что 11 марта в 1931 году в СССР была создана программа физкультурной подготовки ГТО. Поэтому сегодня вот спорту нужно хоть минутку, хоть секунду. Да что сегодня-то? С сегодняшнего дня и последующие дни нужно уделить хоть 5 минут своего времени в день и заниматься хотя бы зарядкой. Да. Ну вот власти Чили, кстати, проблему отсутствия спорта у граждан решили... Кардинально. Да, абсолютно. Особенно на острове Пасхи теперь не сладко приходится. Дело в том, что случилась неприятная история. Один чилиец врезался в статую, которая является... Ну, знаменитую статую острова Пасхи. Вот эти вот силуэты лиц каких-то или чего-то там гигантов. Это Маои, да. В общем, врезался он в эту статую на автомобиле. Дело в том, что отказали тормоза. Парень, в принципе, ничего не виноват. Ну, это он так сказал, что отказали тормоза. Не виноват, да. Ну, непонятно. Все получилось. В итоге статую раскололась. Ну, пополам Чилицу грозит штраф в размере 12 тысяч долларов. Ну и, к тому же, уголовное дело. Возможно. Подставил всех Чилицев этот парень. Вот что важно. Теперь власти решили вообще запретить на острове Пасхи пользоваться каким-либо автотранспортом. Ну и правильно. Ну, зачем? Ну, если люди не умеют ездить. Ну, как-нибудь из-за одного пчелица. Пчелица. Ладно, друзья. Ну, наказание все-таки ждет его. 12 тысяч долларов. Немаленькие деньги. И что теперь делать? И как с этим быть? Если бы он жил в Краснодаре. Он бы посмотрел совет, конечно. Да. Максим Монахов сейчас расскажет, как быть в такой ситуации. Друзья, ну что? Всем доброе утро. И следующий важный совет, или, наверное, одна из самых частых больших серьезных ошибок предпринимателей, это не считать свой бизнес, не считать цифры своего бизнеса. Почему это самая страшная ошибка? Потому что идея очень простая, друзья. Запомните фразу Питера Друкера. Если ты не измеряешь, да, показатели, то есть невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому ваш бизнес должен быть измеряем. И что же нужно считать в рамках вашего бизнеса? Самых две больших статьи, которые нужно считать, это структуру ваших доходов и структуру ваших расходов. Если мы говорим про доходы, что в рамках структуры доходов нам необходимо считать? Прежде всего, вы должны видеть, сколько денег в структуре доходов приносят вам продавцы, ваши услуги, ваши направления. Вы точно должны знать продажи по вашим направлениям. Вы точно должны считать себестоимость ваших товаров и услуг. Для чего? Это разница, вы будете понимать разницу между теми деньгами, которые пришли к вам в бизнес, и сколько вы потратили на то, чтобы произвести и продать эту услугу или этот товар. Вот эта разница, которая остается, это и есть ваша маржинальная выручка. Когда вы знаете маржинальную выручку, вы можете знать, какие из продуктов, товаров и услуг вам дают максимальные деньги, а какие минимальные, на каких стоит сосредоточиться, на каких нет. Вы точно должны знать стоимость привлеченного вами клиента, то есть стоимость вашего лида. Как это посчитать? А для этого нужно оцифровывать, что? Каналы продаж и коммуникации с вашими клиентами. Вы точно должны знать, если вы вложили 100 тысяч рублей в наружную рекламу, 200 тысяч в интернет, 30 тысяч в рекламу по радио и так далее, вы должны точно понимать, что из этих 100 тысяч ко мне вернулось 20 клиентов, которые купили на 300 тысяч рублей, и это, ну, в принципе, оставляет это направление. А, например, в рекламу по радио вложили 30 тысяч рублей, а позвонил всего один человек, который купил на 5 тысяч рублей. Выгоден этот канал продаж? Нет, не выгоден, поэтому отключаем и двигаемся дальше. Кстати, заговорили про каналы продаж, и такой важный момент. Как правило, в большинстве бизнесов их работает 3, 4, 5 каналов. Мы как-то с нашими ребятами, с нашей командой сели и посчитали, сколько их может в любом бизнесе в принципе существовать. Друзья, от 100 и выше, то есть всего мы насчитали 121. Дальше, вы точно должны понимать конверсию продаж и ваших менеджеров, и тех каналов продаж, которые вы используете. Потому что, когда вы знаете конверсию, вы точно знаете, что из 100 клиентов, которые ко мне попали, 20 у меня купили. Как на это повлиять, вы можете через технику продаж. Помимо этого, вы точно должны знать структуру ваших расходов. Когда вы будете видеть, сколько денег, на что вы тратите, вы будете знать, где вы можете сэкономить, какие токсичные расходы есть в вашем бизнесе, и вы будете знать, как сократить расходы, но не снизить при этом уровень жизни вашей компании. Поэтому это основные пункты, которые необходимо считать в вашем бизнесе. Я понимаю, что сейчас, наверное, голова закипела, и вы подумали, боже, как это все можно уместить. Но когда вы знаете все цифры, вы точно можете поставить себе цель в рамках вашего бизнеса, сколько денег вы хотите заработать в следующем месяце, в следующем картеле, или в следующем году. Поэтому считайте цифры бизнеса, не попадайте в такие ситуации, когда вы не управляете тем, чем вы владеете. Желаю вам максимальных продаж и мощного дня. Спасибо, Максим. Не, ну, я как-то что-то не заметил, чтобы он рассказывал про эту ситуацию именно, которая произошла в Чили. Ну, вот, это чисто мужчины. Ты не можешь связать то, что рассказывал Максим о финансах, и то, что теперь делает бедному чилицу, как ему 12 тысяч долларов отдать. Вот, послушал совет Максима, все, и теперь сможет это сделать. В общем, друзья, среда на календаре, рабочий день, работайте хорошо, усердно, и тогда никаких проблем с финансами у вас не будет. Хотя Максим, наверное, со мной бы не согласился. Не только в работе дело. В общем, чтобы было хорошее настроение, нужно вспоминать, что скоро выходные только закончились и спешат нам на помощь нашему замечательному восприятию этого мира. В общем, Игорь, спасай меня. Как-нибудь я не могу думать о работе. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, это хорошее утро. Всем привет, это хорошее утро. Нина Манчинская и Игорь Шомас. В общем, дорогие друзья, сегодня мы начинаем утро с хороших новостей по поводу марафона здоровья. А знаете почему? Потому что с утра я гуляла со своей собакой и очень озаботилась вопросом клещей. Вот сейчас потеплело у нас в крае, хотя вроде обещают похолодание, но не об этом сейчас. И клещи, они очень опасны и для кошек, и для собак. Поэтому если вы переживаете за здоровье своих пушистых любимцев, обязательно послушайте то, что мы вам сейчас расскажем. Особенно любителей кошек это касается. Дело в том, что по всей России сейчас проходит абсолютно бесплатный марафон здоровья кошек. Что это значит? Что в ветклиниках, допустим, нашего города, можно совершенно бесплатно проверить здоровье ваших хвостатых друзей по 10 пунктам, между прочим. Ну, непонятно, что за 10 пунктов, но об этом можно узнать, если просто вы ведете в поисковике в любом абсолютно интернете марафон здоровья кошек. Там всю информацию абсолютно... Прямо в любом интернете можете. В любом. В каком хотите. Хотите в нашем, хотите в зарубежном интернете. Он же не один общий. В общем, марафон здоровья кошек и отводим своих усатых проверять здоровье. Это новость номер один, я считаю, самая полезная на сегодняшний день. Остальные можно не рассказывать. Ну, что, бесплатно. Можно не рассказывать, поэтому рассказывай ты. Да, дело в том, что журнал... Дело в том, что новость, на самом деле, тоже очень важная, потому что журнал Forbes включил круглобайкальскую железнодорогу в рейтинг самых красивых железнодорожных маршрутов мира. В этом списке российская историческая магистраль соседствует с железными дорогами Швейцарии. Ну, видели в Швейцарии какие дороги там же? Да, и у нас не хуже, между прочим. Вокруг Байкала 85 километров красоты. Между прочим, недавно отремонтировали 6 платформ. Все сейчас подводят под общий ретро-стиль. Там даже ретро-поезд с ретро-вагонами. Ретро-паровоз. Не поезд, а паровоз на паровозной тяге. Представляете, можно экскурсию заполучить. Я думаю, там даже ретро-стаканы с ретро-ложками и ретро-людьми. Ну, такие и в каждом поезде у нас, по-моему, есть. В общем, друзья, по-моему, новость прекрасная. Наконец-то Форбс признал, что есть у нас красоты мирового уровня. Хотя давно, наверное, да, признали во всем мире. Ну, неважно. Друзья, если вы любите путешествовать в поездах, то обязательно стоит прокатиться вокруг Байкала. Тем более, такие события. Но к нам сегодня с утра прилетел будильник от человека, который не любит ЖД-путешествия. Она любит летать. Прямо с утра, вот так, чтобы взбодриться. И Юля смело готова подарить порцию, заряд энергии. Нашим телезрителям, внимание на экран. Передаем привет из аэротрубы, ребята. Начинайте свой день легко. Летайте, и пусть у вас все получается. Вот, человек не слушает новости. Между прочим, на всех сайтах погодных сообщили, что погода-то нелетная у нас ожидается в ближайшие дни. Но мы им никому не верим. А ты знаешь, что аэротрубан в помещении находится? Ты вот вечно находишь, что сказать, вот вопреки моим словам. Я сейчас спрошу специалиста, можно ли летать в аэротрубе сегодня или нет. Дима Крамар из студии. Доброе утро, дорогие друзья. Вот, есть аплодисментов. А почему погода летная или нелетная? Что она сказала? Она сказала нелетная. Она летная очень даже сегодня. Я зашла в интернет, посмотрела. Летная погода. Ветер сегодня ускорится до, местами до 15 метров в секунду, будет ощутимо. Кто тебе сказал, что она нелетная? Наоборот. Все, что плохо лежит, не закреплено на земле, взлетит и полетит. Поэтому, друзья мои, но не все так печально, не все так плохо, не все так критично. Тепло. Ты сказал, что погода ухудшится, будет какое-то похолодание. Да минус одного. Да, мы смотрели, будет там через недельку уже минус один ночью. Что? Друзья, вы вообще на какой, с какой планеты? Дима, мы для того тебя и позвали, чтобы ты нам рассказал. В каких интернетах ты смотрел минус один-то? В наших. Друзья, на самом деле, да, в гидрометцентре сказали, что будет похолодание. Но вместо 25 и 26 будет 20, 8 или 17. Не более того. Это даже не минус один, а минус пять получается. Это минус пять градусов, да? Мы это же имели в виду. А, вы смотрели минус пять градусов, а не минус пять температуры. У нас с математикой не очень. Да и с логикой, знаете ли. Давайте, друзья, я пойду к карте и расскажу, к чему нам готовиться. Вообще, сегодня погода наконец-таки меняется. Почему наконец-таки? Потому что, если честно, мне уже доело рассказывать одно и то же. Солнце жарко, солнце жарко. И так уже на протяжении долгого времени. Обратите внимание, какая красота. Ляпота просто. Что-то вертится, крутится, заворачивается, происходит. Движуха! Опять начало. Видите, какая у меня активность появляется. Дим, ну никому не хочется ли перемен? Хорошо ли это, Дима? Это прекрасно. Друзья, смотрите, почему? Потому что над Грецией и Турцией и Болгарией и немножечко Черным морем формируется, ну не то, что формируется, он уже появился, большой активный циклон. Вот эти белые облака с атмосферными фронтами. Один фронт и другой фронт. Что касается нашего региона, то вот наш край. Мы продолжаем пока еще находиться в зоне влияния антициклона. Он находится вот здесь, его центр Казахстан, он также находится в Поволжье, Каспии, Северный Кавказ и немножечко Урал. Вот мы в западной его периферии, то есть поле повышенного давления будет. Но фронты будут проходить через территорию нашего края, потому что фронт как бы немножечко так приподнимется, встрепенется, так немножечко попытается захватить. Сам к нам циклон не придет, но атмосферные фронты отправят на разведку. Ну, посмотри, что, где, как, все нормально, можно захватывать или нельзя захватывать, можно дождей нести или нельзя. Так-то можно подать знак, что нельзя захватывать? Так вот, антициклон нас пока защищает. И атмосферные фронты будут проходить в очень ослабленном виде, потому что на фоне повышенного давления. Однако, фронт на той фронт, чтобы что-то допринести, какую-нибудь бяку мокрую, что-то такое? Не знаю, что-то с лицом. Это мое лицо просто. А договориться там как-то можно, нельзя? Можно говорить со мной. Нет, договориться с фронтом. А, договориться с фронтом. Я думаю, что с фронтом договариваться не стоит, потому что он не умеет разговаривать, и это природная сила. Но если хочешь, иди в поле, разговаривай с травой, с небом, с солнышком. Что касается погоды, то немножечко поменяется. Фронт принесет более прохладное воздушное масло, и, как мы уже сказали на диванчике, похолодает до минус пяти. До минус пяти, это в смысле не до минус пяти, а на пять градусов похолодает. И в среднем будет уже не 25-26, как было вчера, позавчера и на выходных, а в среднем по краю. И главный нюанс, 13-18, сейчас ухожу я уже, сейчас погоняют меня, посмотрите на карту края. Итак, фронт будет располагаться вдоль границ Азовского побережья и Черного моря. Вот как-то вот так странно он будет находиться. То есть, сегодня будет гораздо больше облаков. И от Ейска до Темрюка, и вот от Анапы до Сочи будут формироваться немножечко дождевые облака. Ну, то есть, немножечко дождевые, то есть, их солнышко будет, солнца будет много. Но одна точка налетит, и немножечко прольется, может быть, но только вдоль Черноморского побережья. Я не уйду. И вдоль Азовского побережья. Самые высокие температуры у нас останутся на востоке края, потому что, там, город защищает, да, все, ухожу. В общем, смотрите, как тепло и хорошо. Очень комфортная весна. Краснодаре плюс 18, 12, 12. Солнечно. И главная особенность в том, что еще усилится ветер. Он будет днем местами порывать до примерно 15-17 метров в секунду. Но это не очень приятно. Но в целом все очень хорошо и позитивно. И не переживайте, ведь счастливым можно быть абсолютно в любую погоду. Да. Ну, а сегодня особенно можно, нужно делиться счастьем с другими людьми, потому что у нас добрая среда на календаре. Это еще один повод напомнить про то, что героями быть легко. Друзья, если хотите помочь деткам, которым действительно очень нужна наша помощь, нужно отправить сообщение со словом «Счастье» на номер 7715, через пробел указать абсолютно любую сумму. Но прямо сейчас мы хотим передать слово руководителю фонда помощи детям «Край добра» Яни Старожок. Она пообщалась с известным музыкантом нашего города Владимиром Казанцевым, который тоже очень много сил и времени уделяет благотворительности. Добрая среда на канале «Кубань-24» начинается прямо сейчас. И у нас в гостях один из самых востребованных и талантливых исполнителей на юге страны – Владимир Казанцев. Доброе утро! Доброе утро! Я не буду спрашивать, как ты начинаешь утро, потому что я думаю, что с твоей напряженной работой ты любишь высыпаться. Или же нет? Любил высыпаться до определенного момента, пока это не перешло в какую-то привычку того, что надо проснуться после десяти. Нет, сейчас я просыпаюсь зачастую до восхода солнца, и день становится длиннее, я успеваю больше. Несмотря на то, что ты очень публичный, очень успешный, это мнение наших коллег, людей, которые тебя приглашают, вот. И я как раз об этом. Но ты очень сам по себе скромный. И вот почему для меня вопрос? Может, это даже комплекс какой-то, того, что ты не можешь сказать, какой ты крутой. Нет. Ты не находишь себя таким, каким о тебе говорят. Но мне всегда это приятно слышать. Я всегда боюсь выходить на сцену. Даже вот боюсь выходить на сцену там, где меня знают очень хорошо, и там, где меня прям ждут. Для меня это еще больше ответственности, и я каждый раз переживаю за это. Мне кажется, если артист перестает переживать, а когда он выходит на сцену, то он делает это на автомате, и это уже не часть его жизни. Это просто, ну, просто работа, которую он делает монотонно. А выступление артиста, это, ну, на секундочку, это каждый раз феерия какая-то. Сколько лет ты уже этим занимаешься? 20 лет. 20 лет? 20 лет я пою, но 20 лет я этим зарабатываю себе на жизнь. Себе и своей семье. Причем мои родители всегда были против этого. Они говорили, что надо освоить правильную профессию. Надо идти куда-нибудь, зачем-нибудь и получить что-то. Кем они хотели тебя видеть? Я не могу сказать, кем они меня хотели видеть. Мне и сейчас, кажется, мой папа думает о том, что я не тем занимаюсь. Хоть он приносит мне приличные деньги, но мне кажется, папа думает, что это все баловство. Скажи, пожалуйста, вот есть ли какой-то урок, который ты извлек на всю свою жизнь, когда ты поменял, возможно, резко переезд из маленького городка, с маленького поселка, даже не городка, джубка, это маленький поселок, в большой Краснодар. У тебя никого нет. И тебя никто по блату сюда не пристроил никуда. Ты остаешься один только сам с собой. И у тебя еще ответственность, твоя семья. Знаешь, у меня, вот ты говоришь, никого нет, но у меня всегда была моя жена. Она всегда у меня была. Я вообще себя не помню без нее. Было очень тяжело. Мы, когда начинали свой путь с супругой, я работал, и она даже, когда-то и она работала, кстати, не вырезайте это. Ну, у нас было тогда жигули и ковер у жены. Это все, что у нас было. Вот и мы погрузили ковер на багажник сверху и переехали в Краснодар. А сегодня ты не только один выступаешь, да? Да. У тебя есть коллектив, команда. Один я больше не выступаю. Вообще? Да, один больше я не выступаю. Причем люди очень удивлены этому, говорят, да как так? Ты же постоянно один выступал. Что случилось? Я говорю, ребят, мы выросли. Все растут, и мы выросли. И кто теперь твоя команда? Люди, с всеми, с кем ты пойдешь, выступаешь? У меня есть полностью музыкальный бэнд. Это абсолютно живая музыка. Это очень крутые музыканты на самом деле. И есть еще часть вокалистов, которые присутствуют. Сейчас у нас бэнд состоит из 12 человек. Из них на сцене 5 вокалистов, включая меня. 5. Это очень клево. Ты сам собираешь команду? Да, да, да. Я сам собираю, сам отбираю. В чем-то поддерживаю, в чем-то нет. Владимир, есть какой-то твой мир, которого не для всех. Ну да, я вообще считаю, я сторонник того, что семейная жизнь и личная жизнь, она для того и личная, чтобы ее не публиковать. Но все же хотят знать, тем более этой публичной. Среди коллег тоже интересуются. На какую камеру сказать мой адрес? Пусть приходят домой, я всех познакомлю со своей семьей. У меня очень гостеприимная семья на самом деле. Все мои сотрудники практически побывали у меня дома. Все успели попить чай без меня с моей супругой, познакомиться и остались довольны. Поэтому нет закрытости этой информации, что я женат. То есть ты не скрываешь? Я не скрываю того, что я семейный человек и у меня есть две замечательные дочки. Но я этого не выставляю на показ. Для тебя благотворительность – это норма. И я знаю, что мы сейчас не будем говорить об этом много, потому что ты сам себе этого не позволяешь. И для меня, конечно, твоя закрытость даже в этом смысле, я ее очень уважаю, потому что это твой выбор. Но мне хочется просто задать один вопрос. Почему для тебя благотворительность – это норма? Ну, знаешь, это страх. Это страх того, что... Это переживание за наше будущее. За то, что когда-то люди могут прийти и подать руку помощи, когда тебя не будет рядом в твоей семье. И сегодня, если ты можешь поступить так кому-то, то ты должен так поступать. Я всегда думаю о том, что я не богат ничем, кроме того, что у меня есть окружение людей, в ком я уверен. И мне не нужна их помощь, по сути. Но я уверен, что если когда-нибудь, не дай бог, конечно, что-то может произойти, то эта помощь понадобится моей семье. И вот здесь все взаимосвязано тем, что насколько ты благотворительный к людям, настолько они будут благотворительны к тебе. Что для тебя счастье? Счастье. Отсутствие несчастья. Вот. Но это такое, знаешь, на самом деле... Если ничего плохого не происходит... Да, это счастье. Ну, счастье. Ну, знаешь, я всегда говорю, что счастье – это здоровье твоих близких. Как бы ты ни крутил, и знаешь, за вот 19-й год мы многое потеряли, многие ушли. И я каждый раз переосмысливаю свою жизнь и благодарю, что наши родители могут быть чаще с нами. Настолько хочется этого быть, чтобы это было дольше, тогда я себя ощущаю ребенком. Честно, я каждый раз, когда мои родители заезжают в гости или я заезжаю к ним, я настолько себя ощущаю, вот еще, знаешь, там, детем. И в тот момент, когда родители дают какие-то советы мне или пытаются даже... Хотя они давно знают, что я не завишу ни от родителей своих, ни там, но мне каждый раз приятно, когда они что-то говорят, я их слушаю. Я вижу, как в их глазах зарождается еще большая жизнь. Они тогда понимают, что они еще в обоиме, они в строю, они еще над нами. Да, это очень классно. Я тебя благодарю за то, что ты всегда отзываешься на наши проекты, и всегда это какие-то короткие сроки, и что у нас есть такой друг, помощник у края добра. Мы это очень ценим, и сегодня, мне кажется, у нас с тобой получился действительно искренний разговор, и те люди, которые Владимира Казанцева не знают или знают, я думаю, они открыли его по-особенному. С другой стороны. Возможно. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Спасибо большое. Спасибо огромное, Яна, Владимир, друзья. Ну и все мы с вами прекрасно понимаем, что для того, чтобы помогать, не обязательно быть богатым, знаменитым, не обязательно делать это на показ. Ведь помочь действительно можно, отправив... Просто отправив снова счастье на... Небольшую сумму уделения. 77-15, через пробел указать сумму, там, неважно, сколько это будет рублей, сколько можете, столько, и, соответственно, пожертвуете. Да. То есть все легко. Дети нуждаются в нашей помощи, поэтому, ну, сегодня добрая среда можно использовать как знак для того, чтобы помочь людям, которым это необходимо. Но мы напоминаем, что это хорошее утро, и мы скоро обязательно вернемся в студию. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Немного ослабит хватку, в связи с тем, что в небе появится чуть больше облаков. На границе нашего региона будут кружить незначительные тучи, которые отметятся небольшими осадками. При этом температурный фон немного понизится, буквально на пару градусов. Ночью без существенных осадков, в утренние часы местами туман. Кто отправится на работу на автомобиле, будьте предельно аккуратны. Теперь подробнее о температурах. На севере края в Ейске плюс 14. Тихорецкий и Приморск-Хахтарск 15-17 градусов. На востоке в Армавире 20 градусов тепла. Кропоткин и Лобинске 16-18 на термометрах. Центр и запад. Крымск 17 градусов. Темрюк и Горячий Ключ 17-19 выше нуля. Черноморское побережье. Новороссийск плюс 13. Анапа и Геленджик 13-15 на термометрах. В Сочи днем воздух прогреется до 17 градусов. Ночью показания термометров достигнут отметки 11 градусов выше нуля. Краевая столица. Днем синоптики обещают до плюс 17. Вечером термометры покажут 12 градусов со знаком плюс. Давление в пределах нормы. Смотри, это солнце, оранжевого цвета. Беги под ногами, целая планета в голове. Любовь золотистая. Утро – это все оно. Хорошее утро. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, представители танцевально-спортивного клуба «Анкара» Друзья, представители танцевально-спортивного клуба «Антарес» Друзья, представители танцевально-спортивного клуба «Антарес» Доброе утро! Доброе утро! Оттуда штучка наград? Где вы их все взяли? 15 килограммов медалей вы принесли их с собой Это еще не все! И это не все, друзья! Просто не поместились на столе Самые чемпионские чемпионы сегодня у нас в студии! Ну, рассказывайте! Давайте начнем, наверное, с юниоров Недавно прошел чемпионат В котором ребята в латиноамериканской программе Взяли золотую медаль И по десяти танцам Вот именно это цитата В десяти, да? По десяти танцам Тоже Бронзовые призеры Бронзовые призеры Да! Что такое десяти танцев? Десяти танцев Это когда ребята танцуют две программы Европейская программа И латиноамериканская программа В европейской программе пять танцев Это медленный вальс, танго Венский вальс, крик-степ, медленный фокстрот И в латиноамериканской программе Самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв И по итогам всех пройденных туров Они стали бронзовые призеры Это в десяти танцев Слушайте, десять танцев У вас в голове не мешается все Так, сейчас будет ча-ча-ча Как бы мне с пасадоблем его не перепутать Ой, такое, что забыли движения Нет, разные щита Разные фигуры Всего разные щита Слушайте, а мне всегда интересно Вот Настя особенно была заметна Ты когда танцуешь, ты что-то приговариваешь Вот и многие танцоры что-то про себя говорят То ли подпеваете песни, то ли считаете Что ты говоришь, когда танцуешь? Ну, я пытаюсь понять музыку И выразить своими эмоциями этот характер танца А, то есть это какие-то твои эмоциональные такие, да? Потому что я пыталась по губам прочитать Что-то фа-та-та-та-та Я думала, это может быть какой-то специализированный счет Ну, это ее эмоции, да Скажите, а сколько всего пар было на чемпионате? Больше 20 пар У нас просто каждый год наша федерация танцевальная проводит чемпионаты и первенства края Начиная с детской категории и заканчивая взрослыми То есть по каждой категории проводится в начале года первенство и чемпионаты края для отбора на России И для каждого чемпионата 10 танцев новых Есть 3 программы 10 танцев Есть отдельная европейская программа Есть отдельная латиноамериканская программа Сколько танцев надо знать? Ну, ребята помимо этого еще участвуют всякие шоу в номерах Поэтому у них еще там отдельные танцы И, наверное, еще учатся в школе, я подозреваю Ребят, какие самые классные турниры в вашей жизни уже были? Вот такие, которые вы запомнили и прямо вот они вас заряжали Ну, мы сейчас ездили в Волгоград и мне очень понравился Волгоград Мы там заняли по латинско-американской программе 2 плюс 1, юниор 2 плюс 1, латинская программа Мы заняли там первое место Мне очень понравилось, как все было организовано И чтобы не терпло ездить О, это круто! Вообще, куда-то с командой ехать, это же прям такой заряд бодрости Ребят, ну, есть у нас и представители взрослой категории Илья и Амина Расскажите, какие результаты принес последний чемпионат вам? Ну, на последнем чемпионате мы стали вторыми в крае вице-чемпионами Для нас это был второй турнир, мы в паре Вы недавно вместе? Да, да, да Сколько по времени? Четыре месяца Всего четыре месяца и уже на чемпионат? А вы сколько вместе? Мы три года вместе Ого! Ну, а вообще, так бывает, я знаю, что танцоры, они же притираются очень длительное время Ну, так получилось, что этот новый дуэт так скомпоновался Что мы, во-первых, сразу на первый турнир поехали на первенство России по студентам И там заняли очень хороший результат И сразу поехали на чемпионат края, Краснодарского края Но здесь стали вице-чемпионами И на следующий день у нас был чемпионат южно-федерального округа Мы там тоже сдали из 36 пар, сдали четвертые Это для нас был суперрезультат Поэтому мы очень довольны Это был их третий турнир Ребята, как... А эти ребята очень давно танцуют Больше... Татьяне, вопрос, как разглядеть в танцорах чемпионов? Можно ли это сделать? Или только опыт, практика? Тренировки? Только так Ну, как говорится, 1% таланта, 99% труда Все ребята очень трудолюбивые, как бы любят свое дело Ну, бывают всякие, как говорится, недопонимания, но ничего страшного Как бы с этим боремся, танцуем, продвигаемся дальше Но обе пары очень наладливые Ну, и мы заметили, что пара взрослых ребят и Амина тоже пришли красивые Это значит, что будет танец Будет? Да Друзья, клуб Антары, студия хорошего утра И прямо сейчас мы плодимся замечательным выступлением ребят ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Браво! Друзья, ну а прямо сейчас мы передаем слово только будущим чемпионам шустрики Субтитры делал DimaTorzok Ничего себе, какие, знаете, вы стихи, а самое главное, что подходящие стихи для этого самого момента, потому что к нам с южных краев летят птицы домой. С вами Шустрое утро и самые энергичные ведущие. Слушайте, а ведь не зря вы заговорили про птиц, вот не зря, потому что прямо сейчас я проведу для вас викторину, связанную с птицами. Итак, викторина, посвященная птицам. Вы готовы проверить свои знания? Да. Поехали. Какая птица летает бесшумно? Голубь, ворона, сова, лебедь? Сова. Сова. Лебедь. А ты как думаешь? Лебедь. Это сова. Правильный ответ – сова. Идем дальше. Какая из птиц в списке не является нелетающей птицей? Не является нелетающей птицей. Страус, пингвин, казуар, олуша. Казуар, олуша. Молодец. Молодец. Ты снова ответил неправильно. Правильный ответ – олуша. Олуша. Идем дальше. У какой из птиц нет крыльев? Калибри, страус, эму, пингвин или киви? Мне кажется, киви. Киви? Киви. Почему? Потому что это киви. Потому что это фрукт. Потому что это фрукт, у него нет крыльев. А киви есть и птица. Правильно. Но крыльев у нее нет. Поэтому это правильный вариант ответа. Идем дальше. Какая из птиц является ядовитой? Дрофа, лирохвост или петаху? Петаху. Лирохвост. Лирохвост. У него ядовитый хвост. Правильно? Нет, неправильно. Потому что правильный ответ – петаху. Петаху – ядовитая птица. Какая из этих птиц не является совой? Не является. Филин, 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 сыч-сыч, пустельга или неясыть? Неясыть. Пустельга. Молодец, ты отвечаешь четко неправильно. Потому что правильный ответ – пустельга. Идем дальше. Какую птицу называют пернатой кошкой? Сову, ястреба или аиста? Аист. Пернатая кошка. Сову. У тебя наверняка, наверное, задача выбить неправильные ответы, и ты придешь к правильному. Правильный ответ – сова. Сову называют пернатой кошкой. И заключительный вопрос. Какие птицы могут подражать человеческой речи? Вороны, попугаи, совы, кукушки. Попугай, попугай. Это первый вариант ответа. Вороны, сойки, попугаи, снегири. Попугай. Это второй вариант ответа. И третий вариант ответа. Вороны, сороки, попугаи и скворцы. Третий. Третий. Да. Вороны, попугаи и сороки, скворцы могут подражать человеческой речи. Ребята, молодцы. На самом деле, хорошо справились с этой викториной про птичек. И мне кажется, вы хорошо разбираетесь в птицах. А еще и в чудесах. Ну, конечно же. Ведь у нас есть очень крутая рубрика «Чудеса и не только». Давайте же скорее ее посмотрим, правда? Давайте. Смотрим. Спички детям не игрушка. Но это отличный предмет для демонстрации фокуса. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Сегодня я покажу фокус со спичечным коробком. Вау. Смотрите. У меня есть вот такой коробочек с спичками, полный. Ну, если я щелкну пальцем, спички полностью пропадут. Как? Да. Даю ему минуту. Попробуйте разбирать секрет фокуса. Я поняла фокус, то что у фокусника были в руках другие спички, и просто он тряс, и другие спички он тряс. А вот этот, он открыл, тут ничего не было изначально. Угу. Что, просто? Он вот так вот, вот так вот держал эти спички, а других вот так. Эй, у вас спичка. А, тук-тук-тук. Либо же у него было две коробки, одну он держал здесь. Я все, нет, я ошиблась, подождите. Ошиблась. Ну что, вы догадались, какие-то я сделал? Да. Так, кто будет рассказывать? Ну, хорошо, давай. Я догадалась, что либо вот тут были спички, а вот тут скотч или что-то такое. И просто трясли вот так вот. Нет, нет. Вот так. В общем, не разгадали. Да. Давайте я сейчас расскажу, как это сделать более детально. нам понадобятся резинки, много спичек и вот здесь под рукавом мы заранее делаем вот такую конструкцию. один коробочек, например, пустой и здесь коробочек со спичками. Берем несколько резинок, можно одну, надеваем на руку, берем коробочек со спичками, можно немножко спичек высыпать, чтобы он лучше звучал. Надеваем на руку, закрываем все это дело рукавом. Вот так. Ладно закрывать аккуратно, чтобы ничего не было заметно. После этого берем обычный коробочек спичек, показываем, что у нас есть спички, трясем вот этой рукой, потом щелкаем пальцем и показываем то, что здесь у нас спичек больше нет. Делайте фокус-дом обязательно с родителями, потому что спички детям не игрушка. Чем больше тренируетесь, тем лучше у вас будет получаться. Удивляйте друзей, знакомых и родителей. Все, до новых встреч, на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Говорят, что чудес не бывает. Это всего лишь ловкость рук. Я бы не был столь однозначен. Верьте в чудо, и оно пройдет именно с вами. До чего же чудес-то? Ну а наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и Instagram. И обязательно, обязательно ставьте лайки. А это была программа «Шустрое утро». Пока!